Вы смотрите программу деловой разговор и я ее ведущая Юлия Цапко. Совсем скоро летом, а значит пора всевозможных ремонтных работ, в том числе на тепловых сетях. Какие участки этим летом автомобилистам лучше объезжать? Где ремонт начнут в первую очередь? На эти и другие вопросы ответит гость нашей студии, директор филиала «Бийск Энерго Теплотранзит» акционерного общества СГК Алтай Дмитрий Тяглов. Добрый день, Дмитрий Аркадьевич. Здравствуйте. Давайте начнем с самого главного. Когда и какие участки «Бийска» в этом году вы будете вскрывать, ремонтировать? Какого года эти сети и почему именно эти участки? Ну, давайте начнем со строков. Запланированная ремонтная кампания на сетях обычно начинается параллельно с устранением дефектов, выявленных при гидравлических испытаниях. А гидравлические испытания проводятся обычно после окончания отопительного сезона. По правилам это порядка двух недель, но это попадает всегда на майские праздники. Поэтому исторически сразу же после майских праздников начинаются гидравлические испытания и дальше устранение дефектов, остальные ремонты. Отдельные объекты, например, реконструкция сетей в рамках инвестиционной программы стартуют еще раньше, в апреле. Там применяются временные схемы и население на всем протяжении ремонта остается с ресурсом, то есть их не отключают. Отключают лишь на время проведения подходящих гидравлических испытаний, либо уже по окончании, когда стоит переврезать уже смонтированные новые сети, как бы на окончательную схему и демонтировать временные сети. Вот таким образом. Объем ремонтной инвестиционной программы теплосетей в инфраструктуре БИСКО в 2024 году сопоставим с прошлогодним. В общей сложности замена ветких участков трубопроводов будет проведена на 32 объектах и протяженностью общей 7,5 километров. Примерно те же самые цифры, как и в прошлом году. Как в предыдущие годы упор сделан на трубопроводы большого, это от 500 до 800 миллиметров диаметров и среднего от 200 до 300 миллиметров с максимальным подключенным количеством потребителей. То есть выбираются всегда для ремонта в приоритет те сети, где максимальное количество есть потребителей, поскольку это наибольший риск оставить во время отопительного сезона большее количество населения. Поэтому, конечно, такие сети всегда у нас в приоритетах. Так, есть и другие, конечно, причины. Это и старение трубопроводов, их возраст. В основном это сети больше 20 и 30 лет отслужившие. Это, в принципе, заводская гарантия на все трубопроводы. Сети наружного исполнения иногда служат гораздо больше. А вот подземная часть трубопроводов всегда они выхаживают максимум. Это вот заводские гарантии. Срок порядка 20-30 лет. Такие сети необходимо менять вовремя. Ну и также здесь фактор – это количество дефектов выбирается. Если вот из всех сетей, 20-30-летних мы видим на одном участке, допустим, во время отопительного сезона, во время гидравлических испытаний, все чаще и чаще происходят дефекты. Все это звонок о том, что этот участок необходимо капитально ремонтировать. В Приобском районе снова, к сожалению, будем копать в поселке химиков. В 2024 году посчитали уже все. Это последний этап, последний участок магистрального трубопровода, проходящего по улице Гурналтайской. Данный участок будет расположен непосредственно перед городским дворцом культуры. И здесь будет проходить ремонт последнего из капитальных ремонтов на этой трассе. Там ежегодно были и последствия от гидроиспытаний устранялись, было некомфортно жителям. И капитальные ремонты уже после этого на участках проводились. И вот, надеемся завершить. В конце концов, и Гурналтайская у нас станет уютной улицей на 20 лет, наверное, как минимум. Забудем про эти все неприятности. Еще один участок квартальной сети в Приобском районе общей протяженностью 670 метров планируется заменить в частном секторе по улице Обской. В рамках инвестиционной программы мы реконструируем квартальную теплосеть рядом с торговым центром Приоби. И продолжим замену проблемного участка тепломагистрали номер 2 по улице Чайковского, который поэтапно реконструируем с 2022 года. Также большая стройка намечена на улице Разина. Будет произведена реконструкция на участке ТМ-2 в границах от бассейна Дельфин до поворота на переулок Мартьянова. По восточному району. В исторической части города под замену уйдет участок магистрали номер 1 на улице Турусова. Там диаметр 200 миллиметров, протяженность 33 метра. Техническое перевооружение участка тепломагистрали 1 запланировано в районе коммунального моста. Там переложим 101 метр квартальной сети, который подключен к музею Чуйского тракта. Еще один крупный объект реконструкции, 321 метр участок квартальной сети, подключен к тепломагистрали 1 в переулке Гастелло. Скажите, вот когда строятся новые дома, сейчас в Бийске мы видим это в разных микрорайонах, к ним подводятся новые сети или увеличивается нагрузка на старые? Как вот это происходит? Ну, это, конечно, индивидуально все. Подключаются разные объекты. Объект может быть один дом небольшой, может быть целый микрорайон, несколько домов. В этом случае согласовывается в соответствии со схемой теплоснабжения городской план мероприятий со сроками застройки. И город выделяет коридор для прокладки сетей. В основном это новые сети, потому что у нас строятся многоквартирные дома на месте, скорее всего, или ветхого, или малого там какого-то жилья. То есть нагрузка в большей части, она, конечно, прирастает. И здесь либо меняется точка подключения этого объекта, поэтому старая сеть вряд ли может использоваться. Ну и тем более, что срок ее эксплуатации наверняка уже на исходе или уже давно вышел. Поэтому строительство новых сетей в зоне новых застроек, новых домов, оно в большей части, конечно, предполагается. И имея нагрузку, либо ссылаясь на схему теплоснабжения, либо застройщик подтверждает или не подтверждает. Может быть, там прошли какие-то изменения в планах. Поэтому, исходя из этого, мы получаем данные о подключающемся объекте, выполняем проект по предоставленному администрации коридору. И с учетом всех остальных коммуникаций, это коммуникации водоканала, электротехнические, электроснабжение этих объектов. В соответствии со всеми этими коридорами проектируется новая сеть и выполняется ее строительство. Либо силами застройщика, либо наша организация нанимает подрядчика и выполняет это строительство. Вот скажите, для чего уже существующие теплосети переносят под землю? И если будут такие работы вести в этом году, то где? Меняем способ прокладки теплосетей прежде всего для того, чтобы обеспечить безопасность горожан, в первую очередь это детей. Речь идет про социальные объекты, это школы, детские сады, медицинские учреждения. Программа по переносу теплосетей наружного исполнения под землю реализуется с 2020 года, рассчитана на 6 лет. За последние 4 года освободили от наружных сетей общей протяженностью 3,1 километра на 18 социальных объектах. В 2024 году квартальная сеть протяженностью 480 метров переместим под землю в границах следующих объектов. Это детский сад в поселке Сорокино, улица Станционная, школа 21, переулок Моторный, школа 12, улица Советская, школа 25 на улице Гурналтайской. Малые котельные, их передали в ваше ведение, как я понимаю, 3 года назад. Будут ли производиться какие-то ремонтные работы на них? Да, конечно. Наше предприятие заключило конституционное соглашение с администрацией города Бийска. И ежегодно для эксплуатации этих малых котельных производятся очень серьезные работы. Конечно, это ремонты, конечно, это реконструкции, необходимые для улучшения как надежной работы этого оборудования, так и для решения экологических вопросов. Где есть возможность подключения к газу? Такие проекты у нас в работе. Одна котельная уже реконструирована на газ в районе октября, уже благополучно работает. Там экологический вопрос, скажем так, благополучно решили. Сейчас заканчивается реконструкция, вернее, новое строительство газовой котельной в поселке Ленокомбинат. Это котельная номер 16, к которой подключили мощность котельной номер 5. То есть всех потребителей... Объединили, получается? Да. Пятую будем совсем закрывать, а 16-я будет работать на газу. И то есть поселок Ленокомбинат тоже значительно получит улучшение в экологической части. Вы уже сказали, что жители жалуются за речье периодически на сажу, пыль, черный снег. И мы тоже это видим по звонкам к нам в редакцию, например, с улицы Южной. И, я так понимаю, вот эта вся работа именно ведется по заречью, по сокращению выбросов малых котельных? Да. Вопрос перехода на газ с экологической точки зрения, конечно, он самый эффективный. Потому что любая угольная котельная, она есть угольная котельная. И каких бы мероприятий там не применялось, даже в условиях современных технологий, но не всегда этого достаточно. И влияние угольной котельной на окружение, окружающая инфраструктура, окружающие дома, жильцов, жителей всех домов. И как многоквартирных, так и частных домов. Конечно, это все, к сожалению, есть. Задача очень серьезная, для нас также важна. Мы не без глаз и не глухие. Мы все видим, прекрасно понимаем, какая неприятность для населения в этом плане. Поэтому ряд мероприятий уже для себя наметили. Там есть как краткосрочная, так и долгосрочная. Краткосрочная – это установка дополнительных фильтрующих устройств, то есть злоуловителей. Ставим где не было, устанавливаем. Где было недостаточно, добавляем, дооснащаем. Большой проект сделали по сортировке угля. На Бийской ТЭЦ, где мы получаем с вагонов уголь, сделали сортировку по фракции угля. То есть мелкая просыпь, которая также негативно влияла на экологию. Мелкая фракция, она при процессе перезагрузки топлива, она просто вместе с уходящими газами выносилась наружу. Сейчас этого значительно меньше, но этого меньше, к сожалению, по замерам. А визуально, то есть по приборам в цифре мы это отфиксировали, увидели, там порядка 20% есть снижение. А визуально все равно дым черный, никуда от этого пока не ушли. Единственное хорошее мероприятие, мы для себя отметили, это котлы-роботы, так называемые. Очень интересное решение, там, где уголь подается непрерывно, малыми дозами. И в этом случае исключена вот та самая перезагрузка, как шуровка, удаление золы, загрузка угля. Вот в это время залповые выбросы, чернота из трубы наблюдается. У котлов-роботов такого нет. Мы специально наблюдали, поставили человека с видеофиксацией, чтобы все-все-все режимы отследить, но не поймали. Увидели едва такой дымящийся эффект. Ну, продукты горения все равно, это физика, их никуда не денешь. Но таких залповых уже не было. То есть, получается, исключается человеческий фактор, вот, да? Он там минимизируется, скажем так. Он не исключается, но минимизируется. И с точки зрения, вот визуально, мы видим из трубы уже вот этих черноты, неприятной копоти, ее нет. Так мы уже в этом году переснащаем 21-ю котельную, котельную номер 2, котельную 12, котельную 44. Это где они находятся, чтобы вот попонять? Они в разных местах. Вторая – это поселок Боровое. 44-я – это Нагорная часть. 12-я – это Малого Гринева. Улица Малого Гриневская. То есть, на левом берегу находится, в черте города. Скоро начнется непосредственно ремонтная кампания. Но с прошлого года остались участки, где вы не успели восстановить благоустройство. Скажите, когда начнете устранять недоработки? Ну, этого ждет весь город. И мы в том числе наступление положительных температур, когда начнут работать заводы по производству асфальта, когда нам начнут выделять этот материал. То есть, фирма, которая будет заниматься этим благоустройством на дорогах, у нас определена торговыми процедурами. Договор заключен. Ожидаем наступление тепла и начало работы, как сказал, всех других городских служб, которые с этим связаны. Но у вас все равно, наверное, есть какой-то четкий план, какие-то сроки обозначены? Да, конечно. По реализации проектов в рамках инвестиционной программы 2023 года на 2024 перешло 10 объектов. По двум из десяти надо выполнить асфальтирование. На других там зеленая зона и так далее, другие мероприятия, которые тоже будут проводиться. К чему мы приступим уже в ближайшее время. Дорога Репина-Трофимова до 30 июня должна быть закончена. Тротуар по улице Мерлина 58 возле детского сада номер 9, также до 30 июня. По остальным участкам завершение работ по благоустройству и озеленению в течение мая-июня 2024 года. По участкам, которые вышли в зиму или добавились в отопительный период, в плане до 30 апреля выполнить восстановление в центральной части города. Это улица Ленина, брусчатка УЦУМа, внутридомовые проезды по улице Красноармейской. До 15 мая восстановить участки в 23 микрорайоне, табачной фабрике и вокзале. До 31 мая в поселке Костельщиков, в поселке Сорокино, село Фоминское. В начале июня начать восстановление благоустройства в заречной части города. Ну вот этот май-июнь мы понимаем, что еще по результатам гидравлических испытаний наверняка будут добавляться еще дефекты, и будем смотреть, как они повлияют на благоустройство. Пора горячая, но глаза боятся, руки делают. Нужно просто брать и делать. Дмитрий Аркадьевич, спасибо большое за такую интересную беседу. Я думаю, это было полезно для всех телезрителей. Надеюсь, ответили на все вопросы, которые телезрители задают и к нам в редакцию, наверное, и к вам тоже обращаются. Вы смотрели программу «Деловой разговор». До встречи в эфире в следующий понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова